Тренко, Република Молдова, Гошини. Организованная извне, которая была осуществлена на молдавскую государственность, на демократические институты в нашей стране, на права и свободы граждан. Видя то, что происходит в разных странах Европы и Ближнего Востока, у многих есть ощущение дежавю. Те же технологии, такое же, как в Молдове 2009 года, поведение лидеров оппозиции, снимающих с себя ответственность за погромы, поджоги, грабеж, преподносимые как стихийные протесты. Дестабилизация любой ценой, циничная дезинформация международного сообщества о происходящих событиях, реакция, как под копирку некоторых международных структур, попытка устроить судилище над законно избранными и всеобщепризнанными органами власти, в том числе попытки здесь, в Пассе, в Страсбурге. Хочу напомнить, к чему это привело в Молдове после апреля 2009 года. К расколу общества, к поляризации, но самое главное, к установлению репрессивного, антидемократического режима, к уничтожению основных гражданских прав и свобод, к росту крайне правых, ксенофобских, антисемитских настроений, к приходу и закреплению во власти в Молдове националистов. Почему мы возмущаемся новыми поправками в законособраниях в одной стране, а в Молдове точно такой же законопроект, предложенный Министерством внутренних дел, оставляем без внимания? Те же самые поправки, но в одной стране мы их критикуем, а в Молдове это образец европейской демократии. Разве это не двойные стандарты? Если Совет Европы, наша парламентская ассамблея, как и в случае с Молдовой, не будет осуждать попытки государственных переворотов, не будет осуждать атаку на демократические институты, тогда этим странам грозит молдавский сценарий. Псевдоевропейские карманные правительства, углубление раскола в обществе, приход к власти националистов, узурпация власти, массовый исход населения за границу, погружение страны в нищету и беззаконие. Уважаемые коллеги, флаги Европейского Союза, Совета Европы в сочетании с флагами Степана Бандеры, которые мы видим каждый день на экранах телевизоров, должны всех нас навести на мысль, куда мы идем, куда движется сегодня Европа. На этом здании, на Совете Европы, можно будет вешать замок, если мы допустим и будем пассивно наблюдать, как к власти в странах Европы приходят поклонники Антонеску, Степана Бандеры или Хорти. Уважаемые коллеги, в этом году Молдове предстоят парламентские выборы. Необходим пристальный мониторинг со стороны Совета Европы. Олигархический, коррупционный, мафиозный, крайне правые режимы идет на все. Недавняя попытка закрыть три телеканала, красноречивый тому пример. Совет Европы, наша организация просто обязана действовать и в Молдове, и в Украине, и в Эстонии, и в Греции, и во Франции, везде, где есть угроза демократии. Давайте об этом не будем забывать. Украина не упоминал.